Этого брутального байкера зовут Александр Храмов. Он работает системным администратором, увлекается лазерной гравировкой, устанавливает кормушки для птиц, борется с мошенниками, которые посещают его многоэтажку по недомыслию и украшает наш город веселыми табличками. Но обо всем по порядку. У меня есть хобби работы по дереву. Как-то несколько лет назад мне друг предложил, что мои поделки нужно лазером обозначать. Я купил лазерный гравировальный аппарат. Поскольку это хобби, он дешевенький, достаточно китайский. Все, что хотел, я сделал. Гравировать, правда, так ничего не стал, свои инициалы, но зато появилась идея делать некоторые поделки. Иногда в интернете видишь какие-то вещи, которые заинтересовывают. Увидел знак уточки. Единственное, он был цветной и сделан не лазером, а по другой технологии. Мне понравилось, как раз рядом с домом есть место, где люди часто подкармливают уток. Увидел там столб, на котором можно такой знак разместить. Собственно, реализовал, выгравил, вырезал и разместил. Вот уже с 28 мая он висит. Вроде всем нравится. А потом повесили и все сразу начали понимать, потом начали рассматривать уточек и так далее. Да, как только начали смотреть. Ну вот как он появился, люди начали подходить, смотреть. Сам Александр не постил своих уточек и не размещал информацию о них. Это сделали жители города и написали в одном из пабликов. Побольше бы таких знаков. Александра не нужно было просить дважды. В том числе знак Улыбайся. И подумал, Улыбайся, неплохой знак, в принципе. Почему бы и нет, действительно. Там было написано, посмотрите, какая серая масса с утра идет, утром на Воронок. Да, утром люди выезжают работать, вечером приезжают, рутина. И что-то, что выделяется из серой массы на улице, особенно в зимний период, когда все серое, могло бы людям сделать что-то приятное. Так появился знак Улыбнись. Он расположен перед станцией Воронок. Всего по городу четыре добрых знака от Александра. Еще есть хорошего тебе дня и все будет к ворошо. Был затык, когда я не знал, какой знак сделать. Был слоган, все будет хорошо, но какую картинку сделать, я не знал. Хотели с друзьями, помогите выбрать какую-нибудь картинку. Ну, разные варианты предлагали. Один говорит, давай лягушку. Почему-то лягушка, хорошо и лягушка, странно. Подумал, подумал, ничего не придумал. Иду домой, думаю, может быть, тянуть не знак на лягушку, а лягушку на знак. И наоборот сделать, все тексты изменить. Поэтому родилось, все будет хорошо. Александр изготавливает таблички на лазерном принтере и раскрашивает их акриловыми красками. Потом сам устанавливает и время от времени проверяет, на месте ли они. Еще Александр говорит, что если они понравятся жителям, будет продолжать радовать своим творчеством. Если они будут продолжать висеть, я стараюсь сделать еще больше. На данный момент у меня почти готов еще один знак. Три где-то у меня в задумке. Плюс между Старым и Новым мостом на островке висит стихотворение про Клязьму, которое я тоже вешал. Александр борет за чистоту всего. Около его дома стоит урна, в которой постоянно выкидывают мусор, который предназначен для больших мусорных баков. На фасаде дома Александр установил камеру и следит за теми, кто не доносит свои отходы до контейнерных площадок. Как еще бороться с этими людьми, он не знает и всегда удивляется их несознательности. Вот здесь находится урна. Наверное, многие знают, что урна предназначена для мелкого мусора. То есть фантик, пачка сигарет, пустая бутылка из напитка прохладительного. Но люди очень обленились в последнее время, выходят из соседнего дома, из моего дома в частности, и оставляют пакет с мусором целиком. То есть в эту урну можно запихнуть максимум один пакет. То есть один человек выкинул, и в выходные бывает так, что здесь завалено, так что эту урну не видно. А мусорные баки находятся не так далеко, всего метров 50 пройти нужно и выкинуть в мусорный бак. Я попытался этой табличкой людей направить на путь истинный. Подъезд Александра выделяется своим оформлением. В этом подъезде находится квартира Александра. Все эти таблички он сделал сам своими собственными руками. Уникальная особенность в том, что и двери, и таблички, и вот эта доска бесполезных объявлений обработана специальным составом. Приклеить объявление на нее можно, но через два часа оно отпадет. Александр, расскажите вот об этой доске, и почему на ней такие штуки, что это такое? Здесь тоже часто обещали объявления, которые, в общем-то, под юношный подъезд. Поэтому я сделал предъявление, которое объявление физическое. Возможно, это кубачковые гайки, частично вымышленные черные, частично не оставленные, как есть. Это изображение на троп-фейсе, кто знает, кто знает. Вот так выглядят растерянные расклейщики объявлений. Сначала они удивляются необычному подъезду, а потом тому, что объявление просто не приклеивается. Читаю. До стягива полезных объявлений. Попробуй прилепи на нее. Смотри. Убедительная просьба не клеить объявления на двери, размещать их на двуку. Клею аллергию. Как мы уже говорили, Александр – личность разносторонняя. Он занимается видеосъемкой, фотографией. Кроме всего прочего, он помогает фонду «Дети солнца и дождя». Например, раз в год он с волонтерами катает особенных детей на мотоциклах. А еще у Александра в подъезде висит кормушка для птиц. Разумеется, с видеонаблюдением. Иногда в гости пролетают редкие птицы. Иногда те, которым требуется помощь. Александр отвозит таких в приют. Это воробьет. Зачем испугался? Ну а о борьбе Александра с мошенниками и как он защищает от них своих соседей, мы обязательно расскажем в следующем сюжете. Анна Приенко, Максим Колесниченко, Щелковское телевидение.